В крайнем случае для стабилизации валюты, а также упрощения расчетов, приходится прибегать к цифре 12, изменению нарицательной стоимости денежных знаков. В этом финансовом диктанте 20 пропусков. Сегодня участники акции должны заполнить их экономическими и финансовыми терминами. Чтобы владимирцы разобрались в определениях, каждое предложение с трибуны перечитывают по 4 раза. Финансовый диктант во Владимире проводится впервые. Акцию совместили с празднованием Дня волонтеров в сфере экономики и финансов. Организаторы уверяют, сегодня как никогда важно повышать финансовую грамотность людей. Одна из сфер, безусловно, состоит в том, чтобы нам правильно расходовать свои финансы, не только уметь их зарабатывать, но и, соответственно, тратить. Поэтому мы вышли с инициативой проведения такого диктанта по финансовой грамотности. Проверить свою финансовую грамотность мог любой желающий. Возрастных ограничений нет. В аудитории больше 300 участников. В основном студенты колледжей, вузов и школьники. Студентка второго курса Финуниверситета Алина Гарипова решила применить свои вузовские знания на практике. По ее словам, люди не всегда правильно понимают некоторые детали финансовой сферы. Из-за этого мошенникам легче их обмануть. Сейчас, скажем так, существует определенная проблема со знанием студентов, со знанием любых людей в финансовой сфере. Например, мы не совсем понимаем, что есть микрофинансовые займы, микрофинансовые организации, допустим, и с этим очень часто возникают проблемы. На проверку диктанта ушло всего 30 минут. Результаты хорошие. Финансовые термины владимирцы знают. Вот только путаются, как писать иностранные слова. Но орфография при проверке не учитывается. Даже слово с ошибкой считается верным ответом. Проверяйте, да, тут все должно быть нормально. 14-й пин-код. 15-й кэшбэк пишет слитно, но вы проверяйте пока просто наличие слова. Орфографии не проверяйте. Пятерка за диктант у всех, кто написал больше 15 правильных терминов. Но вот абсолютных победителей оказалось немного. Всего три человека. Еще семеро набрали 19 баллов. Лучших наградили дипломами и памятными подарками. В следующем году организаторы акции планируют провести диктант не только для жителей Владимирской области, но и в онлайн-режиме для желающих и сей Российской Федерации. Игорь Липский, Дмитрий Журавлев, Шестой канал.